МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадуя компании «Гомель», у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите у гэтым выпуском. Лето уже совсем худко. Сегодня у «Гомеля» открыли сезон фонтанов. У центра уваги охова и оплата працы. Специалисты областного объединения профсоюзов провели сегодня промые телефонные линии. Дякую за перемогу. Белорусский фонд «Миру» повиншает ветеранов с 9 мая именными паштовками. А зараза б гэтым иншим больше подробязна. Обновленная республиканская дожка «Гонру» открылась сегодня в Минску на переддни свята працы. По выниках 2019 года на ЯЕ занесены 62 переможцы с поборництва. Готолепшие городы и районы. Организации промысловости, будовництва, сельской господарки, адукации и культуры. У их лику есть и представники нашего региона. У приватности у номинации за досягнение наилевших покажчиков у сферы социально-экономичного развития сродрайонов пераможцам признаны Мазырские. У лику лепших организаций сельской господарки «Саугазкомбинат ЗАРА». Так само срод пераможца у Гомельске доследный лязгаз, Рогачевский территориальный центр социального обслуговывания насельництва, Гомельский державный областный палац творчасти детей и молоди. У Беларуси с 1 мая вырасти по мер дитячих допомог, социальных пенсий, надбавок и повышений, а так само доплат пенсионерам. Это связано с изменением бюджету прожиточного минимума. В ближайшие 3 месяцы он будет складать 246 рублей 78 копеек. Сумма одноразовой допомоги при народжении первого детяти зараз омаль 2470 рублей. При народжении 2 и следующих приклад на 3450. Допомога семьям на детей в возрасте от 3 до 18 годов уперед выхованием детяти в возрасте до 3 годов половы БПМ. Нагадаем, державная допомога семьям, которые выховывают детей в возрасте до 3 годов, пераличивается двойчий год с 1 лютого и с 1 жнивня. Зараз денеждают наступные по мерах этих выплат. На первое детство – около 305 рублей, на другого и наступных – приблизно 465, на детство-инвалида – около 520. Уведение полной оплаты за тепление и газ для процоздольных граждан, которые не заняты у экономицы, переносятся на 1 мая 2021 года. Эти послуги про сгод будут оплачиваться по ценах, что забеспечивают стопроцентную компенсацию экономично обгрунтованных выдатков на их оказание. Отповедная постанова Совета Министров, опубликованная на национальном правовым портале. Нагадаем, ранее оплату по полных тарифах с такой категорой граждан, плановали брать с завтрашнего дня, 1 мая. До инших тем. Сегодня у Гомеля началось отключение тепления в квартирах. Умовы на двор я дозволяю цепляльный сезон у жилфонде завершить. Межтым отключать горячую воду в мае, как поведомлялось ранее, не плануется, в связи с эпидемиологичной ситуацией в Украине. Сегодня у Гомеля открылся сезон фонтанов. Чакается, что он протягнется до костричника. У 10 годин ранецы специалисты Гомельводоканала уключили усе 10 городских фонтанов. На протягу месяца их обследовали, чистили и налаживали обсталявания. У совеси со складанной эпидемиологичной ситуацией, селета подчас уключения вырошили отмовиться от проведения традиционных забавляльных мероприемствов. Среди самых любимых у гомельчан фонтан Каля Цирка. Он был открыт после масштабной реконструкции 9 мая 2006 года. В уголе гомельские фонтаны не только выротовывают горожан от Спякоты, но и упрыхоживают город. Разом с этим специалисты Гомельводоканала звертаются до отпочивающих с просьбой заховывать парадок. На жаль, не редкие выпадки, когда в воду трапляют разные вещи, что может привести не только до погаршения Естану, но и поломки обсталявания. Мы предупреждаем, чтобы родители следили за детьми. Для того, чтобы дети не лазили в фонтан, не нарушали оборудование. Все оно налаживается, все оно устанавливается. Для того, чтобы все посетители увидели ту картинку, которую мы хотели донести. Для того, чтобы эта красота порадовала не только первых посетителей, но и тех, которые будут приходить в дальнейшем. Для интереса, если кому-то все фонтаны наполняются питьевой водой изначально. Потом в процессе она циркулирует. И по мере необходимости мы ее меняем. Выпробование, которое объединяет нации. В посольство Беларуси в Италии пришел лист от президента в области Эмилия Романия Стефана Боначини. Им выказывается поддяка старшине Гомельского облавы Канкама Геннадию Соловью и Жихарам Гомельщины. Нагадаем, наприконцы Сыковика, коли ситуация с коронавирусом у Италии была особливо напруженной, гомельщане выказали словы поддержки краине, с которой наша область мает долгие и тривальные взаимоотносины. У послания у отказ отзначается. На региональном узроне Эмилия Романия принимает экстренные меры по обновлению экономики. Выкрыстовываются все инструменты, чтобы поддерживать предприемства, семьи, работников, а также всех потерпелых у вынеку надзвычайного становища. Стефана Боначини спадяется, и Гомельская в область у худким часе одно ведь темпы деяности. Керавник итальянского региона пожадал же Харам Гомельщины у сего наилепшого. Федерация профсоюза у Беларуси поведомляет, как не пагаршать эпидемиологичную ситуацию, все лето 1 май пройдет без митингов и шестев. Старшиня Федерации профсоюза у Беларуси Михаил Орда лечит это одним правильным решением. Паводля его слов, сутность свята – объединение, солидарность и працовных. Сегодня та ситуация, когда свою солидарность треба проявить иншим чином, не шумными шматлюдными святами и концертами, а объединением на махание убрать без распаусюдживания пандемии. Министерство Аховы Здоровья рекомендует провести ближайшие выходные долей от местов с великой колькостью людей. Выконание социальной дистанции и выкрыстание сродков индивидуальной обороны обовязково. Специалисты Гомельского областного объединения профсоюза управились сегодня промы и телефонные линии. Среди наибольших актуальных вопросов работа в условиях эпидемиологической ситуации Ахова и оплата працы. Захученными проблемами ознайомились наши корреспонденты. Пытания Аховы працы для профсоюза актуальными были зауседы. Этот год не выключение. Тем более, что селеты на вытворчасти в Гомельской области уже загинули 4 человеки. Еще 20 отримали тяжкие травмы. Правда, на этот раз разума не только об ситуации на предприемствах. На правую линию поступило несколько звонков от медиков с одним вопросом. Те можно лечить профессиональным захворение на коронавирус, когда оно отримано от хворых пациентов. Это, в соответствии с законодательством, будет профессиональное заболевание. И, естественно, все мы защищены законодательством и обязательным страхованием от несчастных случаев на производстве профзаболеваний. Этот случай будет страховой. И Белгострах, соответственно, будет проводить выплаты. И у протяг темы звонок от работника гандлевой сетки. Кто повинен набывать сродки индивидуальной обороны? Сам работник за властные сродки – Тиего наймальник. В распорядок трудового дня введено масочный режим и подпись директора, и соответствующий приказ официальный. Следовательно, значит, если это введено приказом нанимателя, наниматель обязан за деньги предприятия, не ваши лично, приобрести маски и выдать работников. Специализация захадчика отдела социальных партнерства и проционных относиного Максима Серапкова – коллективные договоры. Нельзя сказать, что они часто порушаются, але есть шмат выпадков, коли гэты документы не приведены в отповедность новым прационным кодексом. Средь наибольши распоусюдженных ситуаций – похоршение умов працы на кшталт переводу на неполный прационный день с отповедным сменшением зарплаты. Правсоюзные специалисты звертают увагу – работник повинен быть попереджен об этом не поздней, чем за месяц. Именно за месяц, чтобы, если вы хотите человека отправить за свой счет домой, либо уменьшить ему заработную плату, либо убрать премию, то вы об этом предупредите за месяц. И человек, если уже дает свое согласие, работник, то все согласно закону должно быть. Это показывает судебная практика по всей республике. Данной статистикой с нами делилась судебные органы и все меньше незаконных увольнений, потому что незаконное увольнение – это уже грубейшее нарушение законодательства о труде. Аликсин Цюром, Марина Джала, Валерий Гапанько, телерадио «Компания Гомель». До 75-ти годов Великой Промоги в Гомеле на одном из домов появилась 40-метровая графика – портрет герой Советского Союза Емельяна Барыкина. Виновата в его гонор названа самая долгая в улице областного центра, на которой и разместился арт-объект. Сторонки життя нашего легендарного земляка в наступном материале. В улице Барыкина – самая протяглая областная центра, а маль 8 км в Довжиню. Иде прозовей Советский район и сегодня з'является важным магистралью города. В начале есть несколько капитальных побудов, потом – приватный сектор, далее – побудовы опошнего часа. Наприконцы – индустриальный центр Гомеля. Долгая и складанная улица, как и партизанский шлях, каким прошел Емельян Игнатович Барыкин. Емельян Барыкин в годы Великой Отечественной войны, он один из организаторов партизанского и подпольного движения на территории нашей области. В начальном этапе он был комиссаром партизанского отряда «Большевик», ну и выполнял обязанности секретаря подпольного горкома партии. А в 43-м году, когда к февралю месяцу было принято решение о создании гомельского соединения партизанских отрядов, Барыкин был назначен начальником штаба. По историчных звездках, коли у першиню рыхтовалися подрывать ворожий эшелон, Емельян Барыкин настоял, как эту операцию доручили минавито ему. Таким чином, в липене 1942-го отряд «Большевик» открыл свой рахунок у Рейковой войне. По меж станциями Зябровка и Кораневка, группа Барыкина подрывала ворожий эшелон с живой силой и техникой. А маль два десятки вагонов пошли под отхон, а за увесь час боевых действий отряды Барыкина подрывали больше за 50 эшелонов. После военного времени он опять был избран секретарем Горкома партии. Потом в 1948 году был избран секретарем Барановичского обкома партии. Ну и был членом Центральной резервной комиссии партии. Но в существо того, что он себя не жалел, то есть после военного времени требовало восстановления. Вот еще в Гомеле, когда он работал в 1944-1945 годах, он очень много работал. По вспоминах дачки героя, долгий час после вызволения Гомеля, каля их дома, на Старобуденовской улице стояли горожане. Город был у руинах, тому до секретара Гаркама без конца потоком и шли люди со своими проблемами и зваротами. Наглядячи на час суток, Барыкин никого не покидал без допомоги. И шмат учим, дякуючу ягу намаганнем, Гомель худко дрожався. Но такая тяжкая праца у некой ступени поплывала на его здоровье. Про невеликий час после войны Емельян Игнатович мощно захворил и не смог справиться с хворобой. Знаковое место Гомеля – площа працы. Миновито тут, в 1951 году, был похованный герой Советского Союза Емельян Барыкин. По звездках того часу проводить яго, пришел амаль у весь Гомель, а лишь и сенья, празамаль 70 годов, шмат кто идет сюда, ка поклониться гэтому соправному человеку. Павел Михно, Яугин Макеенко, телерадио «Компания Гомель». Дякую за перемогу. Белорусский фонд Миру повиншует усих ветеранов Гомельщины именными паштовками до 9 мая. Областное отделение громадского объединения отправит их больше, как 700 адресатам – войсковцам, протезанам, подпольщикам, вязням и працевникам тылу. До дела у святошной акции запросили юных миротворцев с Гомельской средней школы номер 27. Вучни подписывали конверты и паштовки. У их слова сердечные подяки за перемогу, пожадание мощного здоровья, миру и добра. Ежегодно мы участвуем в мероприятиях, посвященном 9 мая. В прошлом году мы участвовали в параде, посвященном 9 мая, а в этом году мы заполняем письма ветеранам этой войны. Я хочу пожелать от себя счастья, здоровья, и чтобы все жили под нервным небом, и у всех было все хорошо. Говорить о той войне очень трудно, тяжело. Но мы обязаны, чтобы люди наши, живущие, сегодня знали, что такое война, и чтобы мы должны отдать им дань памяти и благодарности за то, что мы сегодня создали мирные условия жизни. Для этих же ребят тоже очень важно, потому что им оказана большая честь, именно выполнить эту благороднейшую миссию, поздравить ветерану, который создали им все условия для хорошей жизни и работы. Гомельское областное отделение Белорусского фонда «Миру» что год проводит патриотичные акции, связанные с историей Великой Айчинной войны. Среди них марши партизанскими тропами, дорогами войны, миру и працы, дорогами спаленных вёсок. И на приконце выпуску про надворье. Весна поступова, а двоевая простору. Яшчэня много дождливой прохолоды, и она кончатково уступить у свои правы. Подадзенных метарологов завтра в регионе чакается в облачное надворье, а падки маловерогодны. У ночи будет до 7, у день до 17 тепла. У субботу на большей часы в области пройдуть дожджи, местами махчимы на вальнице. У день слупок термометра подымется до 21 градуса. Неделя будет так само дождливая, лепа саправдному теплой до 24, выше за нуль. Это и так само иншие новины. Информацию об проектах телерадио компании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего вам самого доброго. До новых встреч у эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 46-летнего жителя одной из деревень Калинковического района. Убитый числился пропавшим без вести с 20 апреля. Сотрудники уголовного розыска получили информацию, что смерть мужчины носит криминальный характер. По подозрению в убийстве задержали 19-летнего жителя, Хойникского района. Он и признался в преступлении. Следственно-оперативная группа обнаружила тело, спрятанное под ветками на участке, который указал задержанный. В последующем следователи провели допрос и проверку показаний подозреваемого с применением видеозаписи. В ходе указанных следственных действий молодой человек рассказал свою версию случившегося. Согласно его показаниям, он двигался по автодороге Калинковича-Хойники и в пути встретил незнакомого ему мужчину. Случайные попутчики решили вместе выпить, после чего между ними произошел конфликт. В ходе ссоры молодой человек причинил телесное повреждение, потерпевшему от которого тот скончался на месте происшествия. В настоящее время молодому человеку предъявлено обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела продолжается и окончательная правовая оценка его действиям будет дана по окончании следствия. За прошедшие сутки на территории области зафиксировано 6 палов травы общей площадью более 254 гектаров и 5 лесных пожаров почти на 30 гектаров. В жилом секторе зафиксировано 4 возгорания. В результате уничтожены 2 постройки. Обошлось без пострадавших. В Гомеле по улице 2-й западной горел деревянный нежилой дом. В результате возгорания повреждены стены, пол и имущество в комнате. Рассматривается версия поджога. В Садовом товариществе и Путь-3 в Гомельском районе горел кирпичный жилой дом. Огонь повредил стены и имущество в здании. Вероятная версия пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. А в Будокошелевском районе горели сразу несколько построек. В результате возгорания уничтожены кровля и имущество в деревянном жилом доме и кирпичном сарае. Также сгорела деревянная постройка. Предварительная версия возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем. Аналогичная причина пожара и в Житковичском районе. Там горели две деревянные постройки. В результате возгорания одна из них уничтожена. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Выезжали спасатели и на помощь ребенку. В областном центре девочка не могла снять кольцо. В экстренную службу позвонил дедушка пострадавшей. Девочка 2010 года рождения. Из-за отека пальца не смогла снять украшения. При помощи бокорезов сотрудники МЧС удалили кольцо. Ребенок в госпитализации не нуждался. В Добруше правоохранители пресекли незаконную перевозку спиртосодержащей жидкости объемом более полутонны. И на марку под управлением 48-летнего мужчины остановили для проверки документов. В ходе осмотра милиционеры обнаружили 25 пластиковых канистр. Внутри была жидкость с резким запахом спирта. Общий объем продукции составил 537,5 литров. Перевозка осуществлялась без сопроводительных документов, а на таре отсутствовали акцизные марки. Содержимое проверяют эксперты. В отношении перевозчика начат административный процесс. 37-летняя жительница Гомеля пострадала от мошенников. В интернете она нашла объявление о трудоустройстве за рубежом. В переписке собеседник предложил ей оформить документы и в течение двух недель приехать в Германию. Гомельчанка не проверила все детали трудоустройства и поверила незнакомцу на слово. По договоренности на карту афериста было переведено 350 долларов США, после чего он перестал выходить на связь. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в милицию. Сейчас оперативники устанавливают личность подозреваемого. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Николай Скинтиян. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Определились финалисты Кубка Беларуси по футболу. Солигорский шахтер обыграл Брестское «Динамо» 4-2. В первой встрече «Динамовцы» победили со счетом 2-0. Таким образом, разница в количестве забитых мячей позволила подопечным Сергея Ковальчука сыграть в 1-2. Вторым финалистом стал Батэ. Борисовчане разыграли путевку в финал с Мозорской Славей. После победы в первом полуфинальном матче 1-0 подопечные Михаила Мартиновича проиграли со счетом 0-2. В первом тайме футболисты Батэ дважды добились успеха. На 12-й минуте Захар Волков открыл счет, а перед перерывом защитник Мозырян Игорь Тиманюк срезал мяч в свои ворота. Во втором тайме красно-черные много атаковали, но так и не смогли поразить ворота соперников. Решающий поединок 29-го Кубка Беларуси между Брестским Динамо и Батэ должен состояться 24 мая на поле Минского стадиона Динамо. В прошлые годы оба нынешних финалиста по три раза становились обладателями этого трофея. Пауза в чемпионате Беларуси по мини-футболу предварительно должна завершиться 9 мая. В перерыве клубы продолжили тренироваться. Мини-футбольный клуб БЧ сделал акцент на общеразвивающий режим, проводились тактические упражнения на мышление. В паузе команда работает над пробелами в игре. Акценты сделаны на подвижность, на то, чтобы мы не утратили коллективного движения и мышление в более расширенных рамках, чем те, которые мы зачастую применяем целенаправленно в играх матча и чемпионата. Следующее заседание из полкома Белорусской ассоциации мини-футбола состоится 4 мая. И на сегодня рассматриваются три варианта развития событий. Сыграть плей-офф, как и планировалось. Однако с корректировкой полуфиналы и финалы до двух побед, второй вариант возможен, если провести турнир не получится. Здесь рассматривается пример проведения финала четырех, когда победителя определяют первые четыре команды. Самый неудобный исход для клубов – присудить места согласно нынешнему распределению в турнирной таблице. В этом случае БЧ станет чемпионом, а ВРЗ остановится в шаге от пьедестала на четвертой позиции. Я считаю совершенно неприемлемым кубковую систему, совершенно неприемлемым финал четырех, который не рассматривает другие команды, во-первых. Во-вторых, опять же, добавляет этот элемент случайности. Для чего мы играли целых семь месяцев, для чего, что мы разыгрывали, если мы от этого отказываемся или есть в планах отказаться и разыграть тот семимесячный отрезок просто за один уикенд или в каких-то кубковых противостояниях. В субботу и воскресенье пройдут поединки третьего тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги. 2 мая тур откроют Держинский Арсенал и Светлогорский Химик. Старт в 13.00. Один из центральных матчей тура пройдет в Гомеле. Локомотив встретится с Нафтаном. Начало в 16.00. 3 мая соревновательный день начнут Спутник и Гранит. Поединок пройдет на стадионе с Дюшор номер 8. Стартовый свисток прозвучит в 15.00. Завершит третий тур встреча Крумкачи-Гомель. Зелено-белые отправятся в столицу. Начнется матч в 17.00. А на этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4.